приветствую всех на своем канале с вами сегодня светлана госпарович и в этом мастер-классе мы продолжаем с вами шить красивые вещи своими руками и в этом видео руки хочу вам показать как шить вот такой замечательный пенал который можно использовать еще и как косметичку чем он интересен это то что у него есть вот такие вот прозрачные карманы куда можно поместить различные ручки ластики также если это вы используете как косметичку то ваша косметика она будет вся на виду и плюс еще у нас есть такой замечательный большой отдел куда также можно много чего поместить и что самое еще интересное это то что он отстегивается ну и закрывается на клапан кому интересен данный пенал смотрите мой мастер-класс начнем мы конечно с выкроек первое на чем я хочу остановиться это первая часть нашего пенала размер данной детали у нас 24 на 22 сантиметра на данной детали я выполнила стежку как делать стежку вы смотрите в других моих мастер-классах ссылку я оставлю под видео как я сделала эту стежку я взяла блюдце и вот так вот нарисовала эти линии закругленные к центру и простегала можно даже сразу приложить блюдце и простегать без рисования линии и так когда я простегала деталь обметала края мы ее складываем вот так вот пополам то есть находим центр внизу данной детали и вырезаем вот такие уголочки 3 сантиметра на 2 сантиметра это наша первая часть пенала еще нам нужна подкладка размер подкладки 24 на 11 сантиметров и здесь я также вырезала уголочки 3 на 3 2 детали вторая часть пенала на которой я также сделала стежку размер этой детали уже 25 на 25 сантиметров и к этой части я вырезала еще подкладку ну и еще для пошива нам необходимо будет молния 3 отреза молнии по 25 сантиметров ну плюс-минус либо покупайте вот такую сразу длинную это будет намного дешевле и какие-то недорогие бегунки и еще нам понадобится косая бейка для того чтобы нам сделать такие прозрачные карманы нам необходимо пленка очень часто задают вопросы где я ее беру вот я хочу вам сказать что конечно продажи есть специальная пленка с которой шьют косметички сумочки но моем городе нету такой пленки и заказать возможности тоже нету поэтому я беру либо вот ученическую обложку и еще можно взять такую сумку такая большая сумка в которой продаются подушки одеяла вот такую пленку я тоже очень часто используем ну в данном случае я вам покажу на примере обложки так и когда мы все детали с вами подготовили берем внутреннюю часть косметички внутреннюю часть пенала уж простите я буду так и так называть к начнем с того что нам нужно обработать вот данные края молнии молнию мы взяли длиной 21 сантиметр она у нас получилось на три сантиметра короче данные наши детали и сейчас мы должны обработать второй край данной молнии но перед этим мы должны вставить наш бегуночек значит берем мы вот так вот разведи разъединяем нашу молнию теперь вставляем бегуночек этот способ очень кой получается интересный интересен он тем что нам очень удобно будет обрабатывать нашу молнию потому что у нас будет закрыто два за молнии и наш наш бегуночек он оказывается в середине самой молнии теперь мы можем обработать второй конец берем прямоугольник 3 на 4 сантиметра один срез укладываем лицом к молнии и прострачиваем вот что мы имеем теперь огибаем данной тканью срез молнии и опять прострачиваем после чего нам осталось взять внутреннюю часть косметички найти на ней середину и середина на молнии теперь укладываем молнию лицом к лицу косметички и скалываем так после чего берем подкладку располагаем ее лицом к лицу финала и так же укладываем на молнию закрепляем а дальше прокладываем строчку используя специальную лапку для пришивания молнии эта лапка нам поможет проложить строчку близко близко к молнии делаем закрепки в начале и в конце и так вот мы пришили молнию теперь нашу подкладочку откладываем вот так вот вверх и начинаем прокладывать строчку по самой подкладке вдоль молнии закрепляя ее вот на этом припуске вот наша строчка получилась теперь мы укладываем нашу косметичку наш пенал также совмещает центры и скалываем и теперь берем подкладку опять укладываем ее лицом к молнии прикалываем ее к срезу и также растрачиваем пользуя все ту же самую лапку для пришивания молнии теперь нам осталось соединить нашу подкладку и косметичку по боковым и нижнему срезу для этого берем укладываем так чтобы наша подкладка пошел совпало так и со второй стороны точно также совмещаем все вот эти наши швы теперь начинаем стачивать значит по косметичке по подкладке делая в начале и в конце закрепку дальше прокладываем строчку по низу подкладки делая закрепку то есть оставляем отверстие чтобы мы могли повернуть косметичку и здесь так дальше по второму боковому срезу по подкладке и по косметичке теперь нам необходимо обработать данные уголки берем уголочек наш я вы сейчас колю теперь берем подкладочку закладываем этот уголок и теперь вот этот вот уголок подкладки мы совмещаем уголком нашего пенала ирам пострачиваем сразу два уголка уголок на подкладке уголок на пеналь это мы делаем с одним нашего удочка и то же самое мы сделаем со вторым уголочки мы пришили и можем выворачивать нашу косметичку и готово можно оставить вот в таком состоянии как есть но можно продолжить дальше и мы сюда поставим кнопки чуть позже и будем эту часть нашего пенала вставлять во внешнюю часть пенала а для этого нам понадобится отрез ткани размером 25 на 25 это внутренняя часть ее я продублировала чтобы ткань была пожестче и теперь на данном отрезе ткани мы находим середину и от середины откладываем в обе стороны по два сантиметра метро у нас будут здесь карманы для карманов я вырезала две детали вот такой пленки теперь берем данную пленку и один срез нам нужно окантовать для этого мы возьмем вот эту вот косую бейку для примера я вам уже один край один край нашего кармана я окантовала теперь нам эту пленку нужно настрочить на молнию вот я взяла молнию кстати на молнии я тоже окантовала один срез что и вам нужно будет сделать и теперь данную пленочку мы настрачиваем на молнию вот таким вот образом закрепляем и настрачиваем по данному краю косой бейки вот готов наш карман и теперь мы прикладываем данный карман к нашей линии берем настрачиваем все все карманы мы с вами настрачивали здесь я закрепила их проложив строчку по краям и теперь нам необходимо сделать закругленный край для этого я беру бобину скотча и рисую край одной и со второй стороны а затем подрезаем дальше мы будем окантовывать наш пенал косметичку поэтому конечно окантовывать по закругленным краям всегда удобнее дальше берем внешнюю часть пенала и соединяем их по краям я искалю немного сейчас между собой из прострачиваем по всему периметру нашего пенала пока вы это будете делать я сейчас еще одну вещь скажу петал можно закрывать на вот такой вот хлястик для этого я выкроила деталь размером 10 на 12 сантиметров укладываю его пополам и здесь рисуем закругленный край а дальше мы окантовываем берем косую бельку и окантуем красивенько вот мой клапан сейчас я найду на нем середину и середина на нашей косметички и закреплю его а затем уже берем косую бельку и окантовываем сначала мы вот этот срез мы вот так вот прячем да вот и так вот подгибаем пришиваем нашу косую бельку по всему периметру когда мы доходим до конца мы чуть-чуть заходим сюда я вам сейчас покажу когда я это сделаю я вам сейчас покажу вот смотрите как я закончила данную окантовку я просто удлинила чуть-чуть нашу пособие q и также подогнула данный срез теперь у нас получается очень красивый край окантовки все теперь мы огибаем данной косой белькой при пуске и еще раз растрачиваем ну что вот и все мы окантовали у нас получилась такая интересная косметичка теперь нам осталось поставить кнопки значит берем ту часть косметички которого мы делали в начале и нам нужно здесь по краям внизу до поставить кнопочки сюда потом поставим кнопочки и потом наша косметичка наш пенал будет вот сюда вот пристегиваться отступаем по центру 2 сантиметра и через то отверстие которую мы с вами оставляли мы ставим кнопки со второй стороны мы поставим точно также кнопку и здесь нам нужно наметить середину вот он у нас этот центр то в принципе виден моего подгибали и вот так вот располагаем нашу косметичку как она будет лежать да и намечаем вторую часть кнопочки вот она у нас будет одна кнопка и вторая кнопка ставим вторую часть кнопки вот такая получается у нас косметичка а вот наш клапан на который мы также поставим с вами кнопку найдем центр где-то на расстоянии два с половиной сантиметра наш центр и теперь намечаем место на самой косметички те значит беру просто вывожу ее и отпечатываю вот она должна стоять вот она здесь видно но я думаю не сильно страшно вот и все и вот так вот она будет закрываться надеюсь данный мастер-класс был интересен и полезен для вас ну а с вами была Светлана Каспаравич и до новых встреч пока пока